МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельская мова с первых кроков життя в Гомельском детском садке ведут выхования по уникальной учебной программе. Здымается кино, Белтель, Радиокомпания и ВНТБ рыхтуют премьеру фильм под назвой «Вызволение». А зараз об этом и иншим – больше подробязно. Все лето в Гомельской области плануется побудовать 475 тысяч квадратных метров жилья. З их 76 тысяч – индивидуальное жильевое будовництво. Г этому на керунку особливая увага многие семьи Марыцминавита об уластном доме. Сегодня подчас коллегии Комитета по архитектуре и будовництве Гомельского облаканкама подкреслили. Потребы людей, которые ожидают побудовать приватное жилье, необходимо по мягчимости задовольнять. Зараз в Гомельской области свыше 5 тысяч земельных участков, а в Чарзе на их отримание прикладно 2150 человек. Большаясть – люди, которые имеют потребность в обеспечении жильевых умов. У Мазеры, например, индивидуальное жильевое будовництво ведется в 10 микрорайонах. На стадии будовництва 1650 приватных домов. Все лето в планах побудовать 22,5 тысячи квадратных метров такого жилья. Активно возводятся таунхаусы. Их будовництво позволяет экономить площадку. Выглядываются они эстетичные и головные. Выконывается самая важная задача – люди отримливают дохочеканное приватное жилье. Вокруг города в основном по генплану – это выход на пахотные земли. Поэтому мы сегодня работаем очень плотно над уплотнением застройки в рамках 357 указа инвентаризации старых строений. Для того, чтобы собственника или понудить привести в состояние нормального строения, или же реализовывать для того, чтобы приходил новый собственник, новый застройщик на эти территории. Объекты нерухомости со снижением початковой цены на 80% так само коштам от 1 до 13 базовых величин. Комитет Гомель-Абалмайомость 18-25 красавика проведе черговые аукционы. 18-го красавика у везцы Прокоповка Гомельского района со снижением кошт на 80% продается будинок школы. Стартовая цена крыху больше за 50 тысяч рублей. У везцы Верхняя Олба Жлобинского района можно набыть будинок школы. Початковый кошт 12 базовых величин. У агрогородку Хутер Светлогорского района пропануется помешкание детячого садка с початковым коштам у 4 базовой величине. 25-го красавика у Калинковичах будет продаваться комплекс будинка со снижением цены на 80%. Початковая сумма продажу прикладная 125 тысяч. У комитета Гомеля-Былмайомость так само нагадывают, что с початку красавика зменився помер базовой арендной величине. Зараз она складает 16 рублей 90 копеек. Сегодня у агрогородка Кучырковича Светлогорского района прошло посаджение коллегии Головного управления идеологической работы культуры по справах молоди Гомельска-Габлова-Канкама. На парадку дня – выполнение региональной киносетки и государственной программы «Культура Беларуси», различной на 2016-2020 годы. С подробностями – Яугения Кухаронак. Местом сустречи идеологов из всех районов в области, а так само зацикавленных особ, обрали кинотеатр «Сподорожник» у Чырковичах. Это агрогородок один в Украине имеет великий экран с различным обстановлением. Эксперимент запустили в 2017 году, и он себе оправдал. Ставку робили на количество наведовольников, потенциально их 86 тысяч человек. Это же хары Чырковича, сусіднего поселка Мятко, непосредственно Светлогорска, так само граждане, які отпочиваюць у санатории «Серебряные ключи». За некольких годов прирост доходу от кинопоказов повеличився удвоя. В дни премьер российского проката обычно у нас есть премьеры. Даже, ну, учитывая, там, все зависит от прокатной организации. Бывает, мы выходим и в дни мировых премьер. Гомельская область займае другое место в Украине после столицы по объемах выручки от кинопоказов и колькости наведовольников. Хоть 2018 год выдався для системы кинопроката вельми напруженным, назиралось и огульное падение кассовых сборов украины ХСНД. Отток глядачу отчувауся и под час проходжения чемпионата света по футболе. У регионе знайшли механизмы для компенсации страт. Кинопредприемства сургезно взялися за развитие додатковых видов деятельности, активизовали розничный гандаль и громадское харчавание. Дякую Джагетаму значительно выросла выручка. В целом, киносеть работает стабильно и выполняет, и даже перевыполняет доведенное задание. В первую очередь по части внебюджетной деятельности, по уровню доходов, окупаемости, затрат собственными доходами. Вместе с тем остаются и проблемные вопросы. В частности, серьезную проблему представляет собой снижение посещаемости. Есть на то и объективные причины, но есть и явные недоработки с нашей стороны. Ну и, конечно, нам необходимо сегодня обсудить те вопросы, которые были поставлены в наш адрес по результатам мониторинга, проведенного Комитетом государственного контроля, где были выявлены, к сожалению, достаточно серьезные нарушения. Мониторинг Комитета Держконтроля выявил необоснованность показов социальных роликов, которые не были по закону внесены в Державный регистр фильмов. Эту помилку в регионе уже выправили. Змыты не допущать приписки на показы, которые на самомречении проводились. Такие случаи зафиксированы в районах. Уведена новая форма справоздачи. В общем, большая частка из выявленных зауваж выражена. Рушения ликвидуются. Евгения Кухаронак, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель» со Светлогорского района. Белтелерадио-компания и воен ТБ до Дня Незалежности Беларуси рыхтуют в премьеру фильм под названием «Возволение». Сдымки одной из часток проходили у нашей в области Калевевское старое село в Ветковском районе. За процессом надирала Ганна Корольчук. Фильм под названием «Возволение» будет складаться с четырех серых. У Ветковском районе проходили сдымки третьей. Выбор локаций, связанный не с сюжетной линией, а с техничной необходностью. Потребные для сдымок танки и боевые одинки знаходились и у Гомельской в области. Транспортовать их у столицу довольно складано. Тому сдымочная пляцовка переехала до вёски старое село, умалявничая место на березе в озеро Чечель. Побыч, поле, лес, вода и ускрайновески с дравляными хатками. Окромя доброй картинки, продюсеры робят ставку на моцный сценарий. Самый главный процесс и самый длительный – это подготовка к фильму, к любому фильму. Он занимает по-разному. Допустим, к этому фильму мы готовились год. Вот примерно год. Наши сценаристы, авторы работали в архивах, искали интересные истории. Когда это всё было найдено, сплелись эти все истории, естественно, в сценарий, в интересный сценарий. Над сдымками фильма працуют команды Белт или радиокомпании «Воен ТБ». Роли выконывают у дельники клуба военно-гисторичной реконструкции «Гонор Мундира», которые приехали из всех регионов Беларуси. Зараз яны показывают период оккупации. Группа карников едет до одной из местовых вёсок. Для опытных реконструкторов у новину уживаться в роли полицая, а так само узнавлять костюмы для мирных жахаров – женщин и детей. Про вынеки судить глядачам. Однако, на наш погляд, вот этот юный актёр, якому я ещё не вспомнилась и трех годов, выглядая вельми правдоподобно. Вся техника у нас символизирует ту технику, которая была. Как раз-таки много техники было и немецкая давали, но части, когда захваченные переделали именно полицаям, различно давали и советское оружие, и также советские какие-то единицы, которые остались ещё. Поэтому вот всё, что у нас есть, всё вот это, мы максимально, видите, стилизовали под данный период. Ребята подошли с энтузиазмом, потому что мы не реконструируем самих полицая, всех карателей. Но подошли к вопросу, почитали немножко литературу, посмотрели фотографии. Премьеру «Стушки вызволения» покажут на телеканале «Беларусь-1» напереды Дни Дня Незалежности. Ганна Корольчук, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель» Зветковского района. Великое счастье и великая праца. Орды на матью узнагородили гомельчанку Татьяну Фарпостову, якая народила и выховывая шастера детей – пять девочинок и одного хлопчика. Старейший Анастасии, 20 годов, молодшему Ивану 6 месяцев. Батьки жартуют, что семья отрымалась такой великой, потому что ждали сына. Справляться с хлопотами Татьяне допомагают с дочкой, займаются хатными справами и гадуют маленького Ивана. Надеянная опора – муж Михаил, який зараз будует дом для их великой семьи. Самое тяжелое, наверное, всех понять, потому что все разные. Брать, накормить, одеть, собрать, выслушать всех, понять. Старшие очень хорошо помогают везде, где-то и дома, и куда сходить. Везде старшие тоже помогают. Гоноровую знагороду шмадзетной матью уручили у администрации Центрального района Гомеля. До веншования удалился директор средней школы номер 21, где учатся дети форпостовых, и профсоюзная первичка меблевой фабрики «Прогресс», где працует Татьяна. Дальше селеты у Гомельской области орден матья отримали 32 женщины. Белорусская мова практически с первых кроков жизни. В одном из детских садков Гомеля вось уже 7 годов поспехово выховывают детей по уникальной волшебной программе, головный ориентир якой в использовании родной мовы. На ее дети разговаривают помеж собой, спевают стародавние обрадовые песни и выучат верши. А с традициями белорусской культуры знакомятся на практице во Уласном этнографичном музее. Незвычайный опыт активно разыходится по других детских садках, причем не только у Гомеля, а и по всей области. А сейчас мы с вами пойдем в Белорусскую хатку. Пойдемте за мной, как и ласка. За месяц садок стародавние экспонаты, предметы белорусского попыту, минулых 100 годов и самотканные рушники. Такий заняток у ясляк саде номер 160 Гомеля – картина типовая. Тут маленьких белорусов, что называется, амальспяленок, вучатся размовлять народной мове. Я белорус, родился на этой казочной земле. Я люблю размовлять народной мове. Тут это вошло в звычку. На белорусской мове спевают песни, размовляют помеж собой, разучивают скороговорки и верши. Два румяненькие, белая хусточка. Я уже веду, я белорусочка. Плясовка для выучения мовы и народных традиций – уласный этнографичный музей. У атмосферы национальной истории процесс проходит больше эффективно. Экспозиция – одразу у трех залах. У их портреты песняру белорусской земли, национальная символика и предметы побыту, якими белорусы корысталися сотни годов тому. Дарыш, у трехгадовом узросте зацекавленность детей до познания новокольного света на максимуме. Этот психологичный момент и вырешили выкористовывать выховальники. Новую программу, як эксперимент, укоранили 7 годов тому, причем одны с первых у Гомели. Ноу-хау прожилося. Батьков форма выхования протягнула. С годами, жадающих записать свое дитя, у такую группу меньше не становится. Мова – это то, что нас объединяет, робит уникальными. Без родной мовы мы не побыдуем в будущем. Не будет якостной индукации. Тому в народной белорусской мове навучаются 25 хлопчиков для ученок. Подтримку белорусскомовным навучаниям оказывает университет имя Франциска Скарины. У вынику так и вопыт стал прикладом для инших. У селетнем навучальном годе группы з'явилися и аж у двух детящих садках Гомеля. На запашенный дидактичный материал литерально на днях продемонстровали уже и на всю в область. Зараз отриманный вопыт на местах укороняют методисты. Кожная детятка мае зерня, якое треба вырастить. Мы активно супрацовничаем с батьками. Сумесная праца разом с батьками дозволяет дрожать мысление народной мовы, выховывать детей сумленными людьми, які будут поважать, шановать родную мову, народной традиции. Ганна Ковалева, Вольга Коновалова, телерадиокомпания «Гомель» при патринце агентства «Теленовин». У Беларуси высадить 20 миллионов древов за один тыдень, за их 8 миллионов – у Гомельской области. Республиканская акция «Тыдень лесу» пройдет с 13 по 20 красавика. Мероприемство промерковано до года Малой Радимы и 75-ти годы вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. Удельником акции можа стать кожны. Для этого треба завернуться в ближайший Лязгаз. Весна селита в наш регион прийшла без позднения. Уже с ее початку до урачов стали поступать звороты потерпелых от укусов кляшов. Гэтые маленькие насекомые могут стать причиной великих проблем для здоровья. Летость на Гомельщине зарегистровано 107 выпадков клещового боролиоза и 4 энцефалита. Продухелить укус кляша на 100% немогчима. Однако превентивные меры будут не лишними. Специалисты раять по могчимости позбегать протяглых прогулок у высокой траве. Выбирать больше закрытую вопротку, а после находжения у Лесити-парку старанно глядать себе. Коли ж кляш усе ж таки присмактался, его варта неоткладно выдалить. Лепш гэта зрабить в умовах медицинской установы. Да у раша инфекциониста або участкового терапевта необходимо звернуться не поздней 72 годин с момента укуса кляша. Гэтые и иншые новины вы можете знайсти на нашем сайте. У интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до встречи у эфира. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Вынесен приговор бывшему председателю гомельского райисполкома Александру Ситнице, который обвинялся в коррупции. Он был в СИЗО почти год. Суд признал Александра Ситницу виновным в получении взяток в крупном размере и превышении служебных полномочий. Приговор – 10 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Именно столько, сколько просил гособвинитель. По мнению следствия, Александр Ситница лоббировал интересы частных фирм, руководители которых впоследствии благодарили его за такое покровительство. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован или протестован в установленном порядке. Весна, тепло, велосипедисты. В Жлобине пострадала 18-летняя девушка, которая ехала на своем велосипеде по проезжей части. На двухколесном транспортном средстве марки «Мерседес Бенц» велосипедистка могла бы выбрать движение по пешеходной дорожке, но предпочла более ровное асфальтовое покрытие. И, проезжая перекресток, стала поворачивать налево, не предоставив преимущества автомобилю «Тойота». У машины разбито стекло и помят капот. Девушка в больнице в травматологическом отделении. Сам себе хозяин ГАИ наказала владельца частной автостоянки за то, что тот незаконно установил возле территории парковки бетонные полусферы – элементы дорожной инфраструктуры, которые устанавливаются, чтобы ограничить движение транспорта. Владельцы машин пожаловались на то, что хозяин автостоянки сделал это без согласования с ГАИ и оказались правы. Хотя сам ответчик утверждал, что все необходимые документы у него имеются. Видимо, так предприниматель хотел решить проблему постоянных нарушений правил парковки со стороны автолюбителей. Однако сам перешагнул через требования закона. Любые технические средства организации дорожного движения должны быть согласованы с ГАИ. В случае несогласования таких элементов, граждане будут привлечены к ответственности, соответствующей действующим законодательствам Республики Беларусь. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4. Эфир телеканала «Беларусь 4. Гомель» продолжает новости спорта в студии Павел Михно. Стал известен предварительный состав сборной Беларуси Ю-18 на юношеский чемпионат мира 2019, который пройдет на этой неделе в Швеции. 5 и 7 апреля подопечные Евгения Ясаулова дважды встречались со сверстниками из Казахстана. 2-1-3-1. По итогам этих поединков тренерский штаб сократил список претендентов на попадание в финальную заявку. В Швеции работу продолжат 28 человек, в том числе три представителя хоккейного клуба «Гомель» – защитник Павел Денисов и нападающие Александр Антошков и Олег Кочеловский. Завтра юношеская сборная Беларусь отправится в Швецию, где пройдет вторая часть сбора перед чемпионатом мира. Там белорусы 13 и 14 апреля сыграют два спарринга со сборными России и Канады. Воспитанник с дюшер Гомельского района Денис Евсеенко стал бронзовым призером на Кубке Европы по дюдо. Он занял третье место в весовой категории до 73 килограммов среди кадетов в возрасте до 18 лет. Медали в этой весовой категории спаривали 26 дюдоистов. И к другим новостям дюдо. С 8 по 15 апреля в Анталии проходит международный учебно-тренировочный сбор по дюдо на пути к золоту. Это один из этапов подготовки национальной команды Республики Беларусь ко вторым европейским играм в Минске. В этом сборе принимают участие более 400 дюдоистов и дюдоисток из 38 стран. В составе национальной сборной нашей республики главному турниру сезона готовятся и гомельчанки Виктория Новикова и Ульяна Мининкова. Напомню, Европеада пройдет в Минске с 21 по 30 июня. В Жлобине состоялось первенство Беларуси по фигурному катанию среди юношей и девушек. За победу на ледовой арене боролись около 150 юных фигуристов в возрасте от 7 до 19 лет. Свои представительства на этих соревнованиях имели Гомельская, Минская, Витебская и Брестская область. Спортсмены исполняли произвольную и короткую программы. Традиционно сильную конкуренцию фигуристам из других регионов составили воспитанники Гомельской с дюшор номер один. В финал вышли почти 60 гомельчан. Соревнование «Звездочка» – это один из основных стартов белорусских фигуристов. Его цель – отбор сильнейших спортсменов в национальную команду. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова